В 2016 году вступил в силу 4-й антимонопольный пакет, обозначенный как самый либеральный, направленный на поддержку бизнеса. Отныне антимонопольная служба в первую очередь выполняет превентивную функцию. И порядок возбуждения административных дел сократился в три раза. За первую четверть года в управлении Федеральной антимонопольной службы по республике поступило свыше 350 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства. На 30 больше, чем за аналогичный период 2015 года. Если раньше нарушителям грозило применение санкций, то сейчас достаточно выполнить предупреждение, предъявленное службой. Если монополисту занимает монопольное положение, при этом или навязывает невинные условия, или отказывается от заключения договора, по мнению заявителя ничем не обоснованно. И мы, перепроверив доводы заявителя, если признаем эти доводы обоснованными, выдаем предупреждение. Если предупреждение исполняется в установленный срок, то никаких антимонопольных дел и никаких санкций. За время работы по новым стандартам было выписано около 40 предупреждений, половина из них исполнена. Превентивный контроль дает свои результаты, удовлетворить жалобу заявителя можно практически за месяц. Но это все-таки не исключает привлечение нарушителей антимонопольного законодательства к административной ответственности. Общая сумма штрафов, взысканных с юридических и физических лиц за первый квартал, превышает миллион рублей. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.